рыбалка с юрием петрушин в этом году ровно 10 лет как я снимаю фильмы о рыбалке и вот этот 10 юбилейный год я решил посвятить рыболовным путешествиям начала года мы посвятили рыбалки в америке в начале лета мы провели прекрасные несколько рыбалок в амстердаме и вот сейчас мы находимся на севере нас впереди ждет северная рыбалка мы в норвегии друзья и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok а вот и вторая рыба вторая рыба очень сильная рыба борется прям до конца я даже мне очень сложно сказать какого она размера потому что морская рыба как мы все знаем гораздо сильнее речной вот пошла на и под пирс да такая рыба в моей жизни тоже впервые причем вот ее даже немножко страшновато страшновато брать в руки потому что вот такие ярко выраженные зубы спрятанные за губой вот тоже к сожалению не знаю как ее зовут но рыба очень мощная принесла кучу удовольствия а вот не заставила себя ждать и третья рыбка это наверное младшая сестра второй четко видно что это один и тот же тип рыбы и несмотря на то что она меньше предыдущей также сильно борется опять наша x-larva вот опять острые зубы спрятанные за губой но физиолог физиология у данной рыбы очень интересная то есть вот с виду такая добрая рыбка с добрыми глазами вот и за губой спрятаны такие вот яркие мощные зубы ну вот хочу сказать друзья что рыбалка спирса дает свои результаты то есть обязательно это принимайте к сведению где бы вы не рыбачили пирс это одно из самых любимых мест для стоянки рыбы все очень просто приличная глубина всегда есть где спрятаться и всегда есть какие-то вещи всегда есть какая-то еда оставленная человеком торчит вот наша четвертая рыбка эта рыбка у нас не крупная и и такую рыбку я еще не ловил мне даже немного стыдно что это наверное маленькая треска хоть я не уверен в общем когда выйдет видео мы обязательно расскажем о всех этих рыбках ну вот работает можно сказать классика x ларва восьмом цвете и вот такая красивая рыбка казалось на крючке у этого разновидности тоже вот ну прям огромный маленькая рыба и такие зубы хочу отметить что в данном случае я использую монтаж в тандеме с красным крючком мне почему-то кажется что любой хищник очень хорошо на него реагирует он уже от определенного количества рыбы немножечко подоблез это говорит о том что возможно он немножко протупился ну пока реализация стопроцентная мы его оставим сейчас к нам опять присоединилась несколько рыболов ну с такими они снастями можно сказать взрослыми приманки такие наверное минимум дюймов 5-6 ну посмотрим мы пока ходим с легкой удочкой у нас клюет если вдруг я увижу поимку ну какой-то более менее красивой рыбы то конечно же я сменю снасть ну на более мощную ну а пока будем ловить получать удовольствие ну и наблюдать за охотниками за трофеем сейчас пока мы пытаемся поймать хоть что-то от ребята собираются в открытое море и это уже выход на серьезную рыбу у них для наживки вот вот такие рыбы да то есть это все наживка такие мощные крючки но это уже скорее всего для ловли палтуса сейчас подъехал наш гид и мы наверное сейчас большой шумной компанией выйдем на первое знакомство в море но пока все собираются я половлю спирса вот первое знакомство будет это наверно с огромным количеством рыболов в лодке вот ну как для разведки для первого инструктажа я пожалуй с большим удовольствием пойду со всей нашей большой дружной компании вот ну а завтра уже попробую самостоятельно выйти за трофеем пока мы пытаемся поймать рыбу сергей валерьевич делает отварено большая рыба считается от какого веса ну скажем люди уже счастливы когда больше десяти килограмм хотя молва она бывает и шесть-семь килограмм она длинная очень красиво выглядит тоже классный и мы можем завтра с утра вот поехать именно на самое вкусное если если скажем мы хотим экономить время то можно сегодня словить больше наживки и и никуда там скажем не делать нечего просто оставить и тогда мы будем завтра прямо ехать на большую рыбу будем ловить старым норвежским методом и будем может и пробовать побольше глубины и тогда увидим что у нас получится и и Итак, первый выход в море был очень интересен. Я не сильно люблю, когда слишком много рыболовов, но так как это была экскурсия, мне, конечно же, было любопытно, во-первых, посмотреть новые пейзажи, они были совсем не похожи на те, которые я видел на предыдущих рыбалках, находясь где-либо. Здесь сплошные каменные острова, огромные глубины, ну, такое очень захватывающее зрелище. Да, надо поближе к скале, к маяку чуть-чуть поближе к скале, потому что нас чуть-чуть вот так вот несет. Готовы? Ниже, ниже. О, так. Ставим туда дальше. Около дна рыба примерно 30, на дно он 10 метров. Есть. Вот сюда мы и не будем поставить теперь. Есть у тебя, Ярослав? Есть. Ярослава есть. Ну, я опустил вниз, а потом поднял метров на пять. Вот вы отказались Дениса в лодку брать? Вот сейчас его видите там. Не, подожди, они не отказались, это мы попросили. Они не отказались, они меня кинули. Хорошо, хорошо. Там их. А что это? Вот видите, вы долго спрятали, и она на сколько скумбрия под рук. Ну это такая скумбрия. Подожди. Смотри, ну что и на этом, на всех половине этих самых. Смотри, Ярослав, на всех. Это скузи, а то, что мы. На всех. Кто-то говорил, что она белая работает. Борисович, 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 даже на нижний пильгер. Сегодняшняя рыбалка началась с того, что нам в первую очередь нужно было наловить живца. Очень похоже, кстати, по стилю, как и ловля морской рыбы была в Америке. То есть, это снасть, на которой навязано несколько, ну, как у нас говорят самодур, крючки с люрексом. Вот. Внизу находится где-то, наверное, грамм 200 пильгер. И в толще воды мы ловили небольшую ставриду. Ну, ставридка такая, наверное, грамм 150. Причем, она может находиться там на любом уровне одна. Вот. И вот, начиная, наверное, метров с 50, мы ее ловили. Когда ты попадаешь на стаю, то сразу на все 5-6 крючков может повеситься рыба. Ну, такая азартная рыбалка. Ну, и если в Америке эту рыбу мы использовали в качестве живца, то здесь в качестве мяса. То есть, она разделывается на филе, потом одевается на такой тяжелый 500-граммовый пильгер на тройник. Ну, для того, чтобы поймать более крупный трофей. И так, когда мы поймали там несколько ставрид, мы пошли на большую глубину, на другую рыбу. Причем, вот мой напарник Сергей Близкун решил ловить именно без подсадки живого мяса на голый пильгер. И было у него таких два неплохих схода. К большому сожалению, рыба на полпути сошла. Вот, ну, хочу отметить, что рыбалка такая, ну, не из моих любимых, я могу сказать, потому что она такая очень грубая, тяжелая снасть, подымать, как бы, ну, с большой глубины снасть очень тяжелая. Хотя, может быть, если ловится крупная трофейная рыба, то обо всем этом забываешь. У меня деньги, это хорошо. Тут даже не клевать. Самое главное, не ослабим леску, когда вверх. Выбросили спокойно рыбу, не дала, и сейчас отпускаем. Отпускаем спокойно, но леска в натяг. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что это за рыбалка? А что это за рыбалка? Акула! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы вышли. Значит, было поймано нами несколько рыб. Потом, спустя какое-то время, я попросил гида, чтобы мы пошли к рыбалке, которая мне более понятна. Это классический джиг. Ну, если можно так назвать. Классический джиг проходил у нас на глубине где-то от 12 до 20 метров. И используется груз порядка 70-100 грамм. Да вот мне и клюнул кто-то. Здесь мне удалось поймать, ну, очень быстро удалось поймать свою первую треску. Вот. Это была рыба такая, ну, явно за килограмм. Как любая морская рыба, она была очень сильная. Поймал я ее на свой любимый ларвуд. И спустя какое-то время один мой приятель из нашей компании сумел поймать, наверное, ну, где-то раза в полтора, в два больше еще две трески. И на такой вот красивой завершающей ноте мы поехали в сторону дома. Ой, красиво. Вот видите, один свет работает. Да, да, красивая. Спасибо, Денис, что хотят зеленую. А хотел. А у Ярослава, посмотри на него. У него зеленая стоит. Да, возьмем такого. У него ярослава, посмотри на него. И так закончился первый день моего пребывания в Норвегии. Начался он с банальной ловли на причале, причем была поймана впервые для меня необычная рыба. Потом приехал гид, мы большой дружной компанией отправились в море. Он провел нам краткую экскурсию, причем нам удалось поймать несколько рыб. Была и треска, была даже маленькая акула, было очень интересно. Сегодняшний день можно считать ознакомительно-тренировочным. Ну а завтра с самого утра мы уже поедем ловить настоящую норвежскую рыбу. Ну а с вами был Юрий Петраш, до встречи на следующей рыбалке. Рыбалка с Юрием Петрашем